Слышали хоть раз, как щебечут птицы весной? Ветеран спецназа, краповый берет и инструктор по огневой подготовке Игорь Сёмочкин так описывает работу пулемёта «Барсук». Обычный басовитый рокот, каким обладает ПКМ или печенек, здесь сменяется на щебетание, словно стая птичек летит. Маленьких таких птичек, калибром 7,62 мм. «Барсук» от всех остальных российских пулемётов отличался ещё на чертёжной доске. В Коврове сразу разложили будущий проект по полочкам. Спецназовцы вспоминают, как им впервые показывали новый пулемёт. Впечатление было смешанное, честно говоря. База ПКМ с небольшими доработками. И хоть пулемёт Калашникова был машиной хорошей, мы все ждали, когда же будет ещё один вариант, которым можно спецотряда снаряжать. У ПКМ тогда была проблема и очень сильная. Помимо того, что он сразу демаскировал боевую группу, как и любое обычное стрелковое вооружение, он очень сильно грелся. И после нескольких хороших очередей приходилось менять ствол. Если вы не считаете это проблемой, то вот вам пример. В первую чеченскую мне как-то довелось менять ствол в пулемёте, и я отвлёкся буквально на минуту, оставив сектор без обстрела. Тут же по моей позиции отработали из мухи, и я получил контузию. Вспоминает член Союза ветеранов спецназа Олег Сверидов. Друзья, расскажите в комментариях под видео о своих случаях с перегревом ствола. Как вы выкручивались из такой ситуации? О замене ствола в боевых условиях, согласно требованиям современного боя, необходимо было забыть или, во всяком случае, обеспечить стволу нового пулемёта максимально эффективное охлаждение. Но как? Основываясь на автоматике пулемёта ПКМ, ковровцы для конструирования нового опытного пулемёта применили несколько необычных приёмов. В частности, они изготовили ствол нового оружия не из привычной стали, а применили сплав стали, ранее использовавшийся только для изготовления автоматических скорострельных авиационных пушек, чем существенно повысили живучесть новой машины. В итоге на свет и появился совершенно новый пулемёт АЕК-999, в народе названный «Барсуком». Автоматика АЕК-999 была взята от исходного ПКМ без изменений. Также к новому пулемёту от старого перешли ствольная коробка, система боепитания и приклад. Основные характеристики, такие как скорострельность, остались на уровне пулемёта-прототипа. Все изменения конструкции касались ствола и связанных с ним деталей. Так, от казённой части ствола, примерно до половины его длины, разместили продольно расположенное оребрение, а сверху над стволом по всей длине добавили металлический швеллер. Рёбра импровизированного радиатора прикрыли пластиковым цевьём, благодаря чему переносить пулемёт стало возможно не только за ручку. К тому же цевьё позволяет стрелять из АЕК-999 от бедра, хотя из-за массы пулемёта с патронами это нелегко, ведь даже собственная масса барсука составляет 8,7 кг. Нововведения вокруг ствола повлекли за собой следующие улучшения характеристик. Увеличилась длина непрерывной очереди, в разных источниках называется цифра в 500-650 выстрелов. Эффективная система охлаждения позволила отказаться от запасного ствола. Швеллер над стволом не позволяет разогретому воздуху подниматься непосредственно через линию прицеливания, что избавляет стрелка от миражей и повышает точность стрельбы. Дайте в комментариях под видео свою критическую оценку данным улучшенным характеристикам. Также на ствол можно установить специально созданный прибор малошумной стрельбы ПМС, предназначенный для решения сразу двух задач. Первое – пулемёт перестаёт оглушать стрелка. Основная часть пороховых газов выбрасывается только вперёд, что уменьшает шум, идущий в сторону солдата. Второе – ПМС обеспечивает маскировку. На расстоянии от 400 до 600 метров от позиции пулемётчика, в зависимости от рельефа местности и других условий, звук выстрелов практически не слышен. Кроме того, при применении ночных прицелов пламя, вырывающееся из ствола, не мешает нормальному прицеливанию. На первых фотографиях, ставших достоянием общественности, Барсук был запечатлён с ПМС на стволе, из-за чего в среде любителей оружия пошёл слух оглушителя, конструктивно связанным со стволом, как, например, на винтовке ВСС. Но отмотаем чуть назад и вернёмся к малошумной стрельбе. Самое пристальное внимание при осмотре ковровского пулемёта уделяется именно специальному прибору для ведения малошумной стрельбы, который внешне больше напоминает банку с какой-нибудь автомобильной присадкой для промывки двигателя. Специальная конструкция этого прибора, который при необходимости можно демонтировать, в том, что он является универсальным. Звук грохочущего пулемёта в серьёзном бою способен надолго лишить человека слуха. Именно с этой проблемой и борется прибор для бесшумной стрельбы ковровского пулемёта. При ведении огня очередями боеприпасы калибром 7,62 мм использовались на практике так, что рядом можно было спокойно передавать по рации координаты бандгруппы, по которой спецназ ведёт огонь. Отдельно стоит упомянуть о патроне 7,62х54 мм. Он по праву считается самым крутым за всю историю оружия. Рекордсмен актуален с 1891 года. До сих пор именно под этот патрон делается огромное количество самого разного оружия. К слову, это патрон под знаменитую винтовку Мосина. Но вернёмся к пулемёту АЕК-999. ПМС в пулемёте, помимо подавления акустики мощных боеприпасов, обладает и ещё одной очень важной функцией. Он гасит дульное пламя, по которому можно определить огневую точку. Этот прибор настолько снижает уровень шума при выстреле, что из пулемёта, в зависимости от типа местности, можно спокойно строчить очередями, а за 500-600 метров выстрелов уже никто не услышит. Однако ещё раз отметим, прибор малошумной стрельбы при необходимости можно снять и заменить стандартным пламя-гасителем ПКМ. Часто пулемётчики отмечали неудобную конструкцию сошек на ПКМ. Конструкторы-ковровцы учли это и оснастили барсук изменёнными сошками. После соответствующих изысканий сошки перенесли дальше от дула, а конструкцию крепления изменили таким образом, чтобы она меньше сказывалась на балансировке оружия. В итоге сошки стали не только прочнее и удобнее, но и улучшилась кучность боя. В 1999 году начались сравнительные испытания барсука и печенека. По их результатам Министерство обороны выбрало для принятия на вооружение пулемёт СНИИ «Точмаш», а ковровская разработка заинтересовала Министерство внутренних дел. Для войсковых испытаний в спецподразделениях МВД была изготовлена небольшая партия АЕК-999. Однако вскоре после этого оружейное производство на Ковровском механическом заводе было свёрнуто, и в массовое производство барсук так и не пошёл. Точных данных о количестве АЕК-999, находящихся на данный момент в эксплуатации, нет, однако есть все основания полагать, что как минимум основная их масса уже выработала свой ресурс. И напоследок краткая справка. Тактико-технические характеристики АЕК-999 «Барсук». Производитель Ковровский механический завод. Вес – 8,74 кг. Размеры. Длина – 1188 мм. Длина ствола – 605 мм. Патрон – 7,62х54 мм. Р. Калибр – 7,62 мм. Скорострельность – 650 выстрелов в минуту. Скорость пули – 825 мм в секунду. Прицельная дальность – 1500 мм. Вид боепитания – ленточный. Прицел открытый. Принципы работы – отвод пороховых газов. Несмотря на то, что испытания 1999 года дали путёвку в жизнь именно пулемёту «Печенек», разработка и внимание к программе АЕК-999, вопреки всеобщему мнению, никуда не улетучилась. Тема малошумных пулемётов по признаниям людей, занятых в проектировании и конструировании оружия, жива и поныне. В частности, в закромах Родины имеется и развитие проекта ковровского пулемёта с уникальной малошумной стрельбой. Такую версию в интервью «Звезде» в своё время озвучил бывший армейский снайпер и оружейный эксперт Александр Кучеров. Идея малошумного пулемёта никогда не убиралась в долгий ящик, особенно на ковровском механическом. Способность давить противника длинными очередями и с высокой плотностью практически без всякого шума – это идеальный вариант для спецназа, и рано или поздно наработки ковровцев в этой области будут распечатаны и снова пущены в ход. Вероятно, совсем скоро в руках бойцов подразделений специального назначения в ходе опытной эксплуатации окажется этот современный вариант бесшумного пулемёта. Что ж, посмотрим. Сможет ли новый пистолет-пулемёт Калашникова стать достойным представителем своей оружейной семьи? Аналитики, представляющие американское издание «Communal News», высоко оценили новое российское стрелковое оружие концерна «Калашников». По их словам, этот пулемёт можно считать настоящим шедевром оружейного мастерства, обладающим большим потенциалом. Необходимость в разработке нового образца появилась из-за большого количества недостатков у РПК-74. Судите сами. Да, у РПК-74 много плюсов. Это и полная унификация с базовым АК-47. Правительство СССР добивалось от конструкторов создания уникальной системы вооружения, в которой бы все элементы взаимодополнялись и заменялись. Например, в РПК-74 использовались те же патроны, что и в АК-47. Среди преимуществ РПК-74 отдельно можно выделить и простоту ухода, разборки автомата и его ремонта. Устройство модели было элементарным, что позволяло без труда обслуживать его в любых условиях. Ну и нельзя не отметить небольшой вес РПК-74. Снаряжённая масса пулемёта составляет всего лишь 5,47 килограмма. Это существенно облегчает передвижение солдат, а также расширяет область применения данного оружия. Это плюсы. А что о минусах, которые в 2020 году вызвали необходимость появления ПП-20? Среди них первое — малая ёмкость рожка и барабана с патронами. Это не позволяет вести постоянную и беспрерывную стрельбу по мешанию противника, а значит снижает эффективность боевых действий. Второе — ствол конструкции не снимается, как в некоторых аналогичных отечественных и иностранных пулемётах. Это также влияет на интенсивность огня. Третье — стрельба с закрытым сотвором РПК-74. Ракурс установки, а также особенности конструкции не позволяют эффективно использовать весь потенциал данного оружия, поэтому теряется скорость и интенсивность стрельбы. Как вы считаете, друзья, являются ли данные недостатки настолько радикальными, что необходима разработка нового оружия? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому вопросу. А мы продолжим. 22 июля отечественные СМИ сообщили о том, что в России завершены государственные испытания новейшего пистолета-пулемёта Калашникова. Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора Виктора Михайловича Калашникова. В пресс-релизе концерна Калашников для журналистов сообщается о том, что на этапе разработки нового пистолета-пулемёта были приведены в соответствии с требованиями тактико-технического задания, конструкция и состав изделия. Также улучшенная эргономика пистолета-пулемёта, а это новая эргономичная рукоять из универсального комплекта модернизации КМАК, новый адаптивный эргономичный приклад и новый пламя-гаситель. В комплектацию обновлённого ППК-20 был введён прибор для малошумной стрельбы. Представители концерна утверждают, что надёжность нового ПП значительно повышена по сравнению с базовым изделием. Кроме всего вышеперечисленного, в состав ППК-20 также вошли ремень с одноточечным и двухточечным креплением, специальная сумка для переноски магазинов, сопутствующего снаряжения и чистящих средств. Отметим, что никакие конкретные технические спецификации ППК-20 в пресс-релизе не приводятся. Однако, вероятнее всего, они будут не сильно отличаться от характеристик «Витязь-СН», принятого на вооружение МВД РФ с 2005 года. Вскоре после этого он снискал симпатию у силовиков. Своё имя «Витязь-СН» получил отнюдь не случайно. Одним из тех, кто разрабатывал концепцию этого образца вооружения, был Сергей Иванович Лысюк, герой России, основатель Крапового Братства и первый командир знаменитого отряда специального назначения «Витязь» российских внутренних войск. Боевой опыт ветеранов прославленного спецподразделения, прошедшего все горячие точки России, позволил разработчикам создать один из лучших в своём классе пистолетов-пулемётов. Кроме того, военнослужащие отряда принимали участие в тестировании и апробации ПП-1901. Сотрудникам подразделений антитеррора нужен компактный образец вооружения, способный обеспечить высокий темп стрельбы и огневую мощь. До определённого момента эту роль выполнял укороченный автомат АКСУ. Однако его промежуточный боеприпас 5,45 на 39 во многом избыточен для задач правоохранительных органов, в основном из-за своей огромной мощи и повышенной рекошетирующей способности. «Витязь СН» — дальнейшее продолжение ПП-19 «Бизон», который в 1993 году был сконструирован сыновьями двух великих оружейников — Драгунова и Калашникова. Этот ПП фактически планировался как замена АКСУ. Укороченный Калашников стал отличной базой для создания нового пистолета-пулемёта. Основным типом магазина для «Бизона» должен был стать шнек, вмещавший в себя до 64 патронов. ПП-19 делался в нескольких калибрах, в том числе 9,18, 7,62х25 и 9,19. Под последний калибр также была выпущена модификация со стандартным изогнутым магазином на 30 патронов. Она, по сути, и стала «Витязем СН». Боеприпас 9х19 — один из самых распространённых в мире пистолетных патронов. Он хорош отличным балансом пробивной силы и останавливающей способности. Основная версия — Люгер Парабеллум, однако существует масса аналогов. Одна из особенностей «Витязя» в том, что он может использовать разные типы боеприпасов — зарубежные, военные и гражданские. ПРС 7Н-21, 7Н-31. Для стрельбы из «Витязя» используются изогнутые магазины на 30 патронов с двухзарядным расположением боеприпасов внутри. Штатно пистолет-пулемёт комплектуется четырьмя магазинами, а также металлической спаркой, которая позволяет соединять два магазина вместе для быстрой перезарядки оружия в бою. Огромный плюс «Витязя» — практически полное отсутствие отдачи при стрельбе. Импульс пистолетного боеприпаса гасится массой пистолета-пулемёта. В результате стрельба из ПП-19-01 получается не только эффективной, но ещё и очень комфортной. При этом, конечно же, свою роль играет и компоновка пистолета-пулемёта, при которой у стрелка есть три точки опоры. Оперативник удерживает ПП обеими руками, а также упирает приклад в плечо. Хват получается жёстким и позволяет стрелять точно и кучно, одиночным огнём и очередями. «Витязь СН» использует автоматику со свободным затвором. Огонь ведётся с закрытого затвора. Ствольная коробка с ударно-спусковым механизмом и предохранителем по своему устройству полностью идентичны АК-СУ. Производитель заявляет унификацию деталей до 70% с АК. Изначально ПП разрабатывался на базе АК-СУ, поздней версии — на базе АК-105. Надёжность Калашникова ни у кого сомнений не вызывает. Как следствие, «Витязь» — один из самых надёжных и безотказных пистолетов-пулемётов. Компактные габариты ПП-1901 позволяют комфортно использовать его при работе в замкнутых пространствах и при проходе в двери или окна. Оперативник, вооружённый им, сможет стрелять из ПП, даже находясь в автомобиле, прямо через стекло. Небольшая длина оружия позволяет это делать без особых проблем. «Витязь СН» — удобный образец вооружения. Чем-то по своей эргономике он напоминает немецкий «Хеклер-Кох МП-5». Однако, само собой, интерфейс Калашникова в форм-факторе укороченного карабина для российского стрелка намного удобнее и понятнее. Кстати, помимо боевого варианта, сегодня также существует гражданская версия ПП-1901 «Сайга-9», сертифицированная как длинноствольный нарезной охотничий карабин. Он имеет ряд ограничений, обусловленных российским законодательством, таких как отсутствие режима автоматической стрельбы, длина более 80 см и невозможность стрельбы со сложенным прикладом. Как боевой, так и гражданский варианты полностью повторяют эргономику и элементы управления АК. Если человек имеет опыт обращения с АК, то с Витязь СН разберется без особых проблем. Создатели позаботились об универсальности использования ПП-1901. В базовой комплектации он имеет складной приклад, стандартное крепление типа «ласточкиный хвост», а также планку Пикатинни на крышке ствольной коробки. Кроме того, сегодня для ПП-1901 выпускается огромное количество дополнительного оборудования. На него можно установить телескопический складной приклад и дополнительные планки Пикатинни. Полностью тюнингованный Витязь можно использовать с любыми необходимыми электронными приборами. На ПП-1901 Витязь СН можно установить и прибор малошумной стрельбы. При использовании тепловизора или приборов ночного видения, инфракрасного фонаря и лазерного целеуказателя этот пистолет-пулемет может стать великолепным оружием тайных операций в ночное время. Кстати, на чемпионате ФСКН по тактической стрельбе отдельный этап этих соревнований – турнир «Зенитка», был посвящен работе ночью, и в качестве основного оружия там использовался именно пистолет-пулемет Витязь СН, полностью укомплектованный для войны в темноте. Мнение авторитетных оружейных экспертов таково – Витязь СН – крайне удачный образец вооружения. Сегодня его используют практически все подразделения специального назначения российских силовых структур, причем спецназовцы тоже оценивают ПП-1901 очень высоко. Друзья, а вы согласны с такой точкой зрения? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу. А мы идем дальше и возвращаемся к новинке 2020 года – ПП-20. В новом ППК-20 изменения носят эволюционный характер, а модернизация направлена на улучшение эргономики пользования. Обновления в ПП-20, конечно, еще будут производиться, так как улучшать эргономику есть куда, но это никак не повлияет на надежность пистолета-пулемета. Пока же сказать о том, насколько это окончательный вариант изделия, хотя он в таком виде и рекомендован, не представляется возможно. Взять даже хотя бы все то же цевьё. Возможно, правки еще будут. Вопрос только в том, платными либо бесплатными они станут. К примеру, история с компанией МАКПУ. Она за специальную доплату обновляет отдельные компоненты для могучего и непотопляемого старичка ХК-МП-5. И тогда оружие выглядит современно, а эргономика приводится в соответствии с современными настроениями. Станет ли таким же образом поступать концерн Калашников, на данный момент неизвестно. В конце весны-начале лета текущего года на официальном канале YouTube концерна Калашников в качестве заставки основного фона появилась новая фото автомата Калашникова. На нем угадывается АК, но какой-то изменившийся. На данный момент фотография уже заменена. Изменения, которые заметны невооруженным взглядом, новое цевьё со слотами М-ЛОК, новый регулируемый складывающийся, скорее всего, влево, но это не точно приклад, который давно просился на АК. Можно предположить, что такой приклад более адаптируемый и нетрубчатый. Новый рычаг-предохранитель. Конечно, это ещё не современный флажковый рычажок, но разница есть. Изменена форма и толщина, а скорее всего и материал защитной скобы спускового крючка. Выглядит как полимер. Почётный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН оценил новую разработку российских оружейников. Он для ближнего боя. Больше разработан для спецслужб, для боя в городах, для полиции, для Росгвардии. И, конечно, для нашей армии, для спецназа. Я считаю, аналогов сейчас в мире этому оружию нет. Это самое лучшее оружие, которое выпустили и разработали наши оружейники. Они молодцы, нужно стремиться к лучшему, не останавливаться на Калашникове, которому уже столько десятков лет, и который до сих пор считается самым лучшим автоматом в мире, рассказал Худяков. Новый образец вооружения, скорее всего, по традиции, будет продемонстрирован на форуме «Армия-2020», где всего будет представлено свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения. Основные мероприятия форума пройдут с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке «Патриот». После 1950-х годов не было на земле вооруженного конфликта, в котором не использовался бы АК. Для многих стран автомат Калашникова стал символом борьбы за независимость. Он изображен на гербах Восточного Тимора, Зимбабве и Мозамбика, на флаге Мозамбика. Это удивительный феномен, и геральдический, и социальный. Вряд ли в ближайшем будущем какое-либо оружие станет столь же узнаваемым и почётным. Можно ли провести корректное сравнение немецкого МГ-34 и советского пулемёта Дегтярёва? Пулемёт МГ-34. Рабочая лошадка вермахта. Калибр 7,92 на 57 мм. Маузер. Вес 10,5 кг с сошкой, без патронов. Длина 1219 мм. Длина ствола 627 мм. Питание. Лента 50 или 250 патронов. Магазин 75 патронов. Темп стрельбы — 900 выстрелов в минуту. И всё это о немецкой разработке пулемёте МГ-34, который считается рабочей лошадкой вермахта. Полное название оружия звучит как «Машингевер-34». Это пулемёт времён Второй мировой войны. МГ-34 достоин внимания как первый единый пулемёт, когда-либо принятый на вооружение. В нём воплотилась выработанная вермахтом на опыте Первой мировой войны концепция универсального пулемёта, способного выполнять роль как лёгкого ручного пулемёта, используемого с сошек, так и станкового, используемого с пехотного или зенитного станка, а также танкового, используемого в спаренных и отдельных установках танков и боевых машин. Подобная унификация упрощала снабжение и обучение войск, обеспечивала высокую тактическую гибкость. После окончания Первой мировой войны идея создания единого пулемёта занимала умы многих конструкторов, но впервые удалось создать образец, пригодный для серийного производства лишь в начале 30-х годов в Германии. В основе этой системы лежал пулемёт МГ-30 «Золоторн», разработанный в Швейцарии в 1920-е годы. В 1929 году немецкий концерн «Рейнметал Борсик» для того, чтобы обойти ограничения Версальского договора, приобрёл небольшую швейцарскую оружейную фирму «Ваффенфабрик» Золоторн АГ, и уже в том же году на свет появился опытный ручной пулемёт С-2-100, также известный как МГ-29. Разработкой пулемёта руководил Луис Штанге. Результатом дальнейшего развития МГ-30 стал авиационный пулемёт МГ-15 и пехотный пулемёт, принятый на вооружение вермахта в 1934 году под названием МГ-34 и вплоть до 1942 года бывшим основным пулемётом не только пехоты, но и танковых войск Германии. В 1942 году вместо МГ-34 на вооружение был принят более совершенный пулемёт МГ-42, однако производство МГ-34 не прекратилось вплоть до конца Второй мировой войны, так как он продолжал использоваться в роли танкового пулемёта в силу большей приспособленности к этому по сравнению с МГ-42. К началу Второй мировой войны в частях вермахта и на складах имелось 84 078 пулемётов этой модели. Всего же было выпущено не менее 150 тысяч экземпляров пулемёта. Свет увидели следующие модификации пулемёта. МГ-34-41 появился в результате осмысления опыта первых реальных боёв начала Второй мировой войны, когда выяснилось, что увеличение темпа огня ведёт к большему рассеянию на площади. Темп огня МГ-34-41 был увеличен до 1200 выстрелов в минуту. У МГ-34 темп огня был 800-900 выстрелов. Вес МГ-34-41 немного увеличился – 14 килограммов, по сравнению с оригиналом в 12,1 килограмма. Был произведён ограниченный выпуск этой модификации – 300 экземпляров пулемёта отправились на Восточный фронт. На полевых испытаниях МГ-34-41 показал себя хуже, чем МГ-39-41, который позже получил обозначение МГ-42. МГ-34-Т – модификация для установки на танки, главным отличием которой был более тяжёлый кожух ствола без вентиляционных отверстий и отсутствия сошек. Друзья, приходилось ли вам держать в руках, либо просто видеть вживую одну из модификаций МГ-34? Расскажите о своих впечатлениях о ней в комментариях под видео, а мы продолжим. Пулемёт МГ-34 работает на принципе отдачи ствола с коротким его ходом. Запирание канала ствола осуществляется поворотом боевой личинки, которая соединена с остовом затвора так, что может поворачиваться по отношению остого затвора. Смена ствола осуществлялась за считанные секунды, однако пулемётчику требовалась теплозащита для извлечения горячего ствола, так как он не имел каких-либо ручек для этой цели, поэтому в комплект пулемёта обязательно входила асбестовая прихватка и два запасных ствола, которые переносятся расчётом в специальном футляре. Горячий ствол просто извлекался из кожуха назад, на его место ставился холодный, после чего ствольная коробка поворачивалась в исходную позицию. Друзья, как вам такое решение проблемы с горячим стволом? Высказывайте свои мысли по этому поводу в комментариях под видео, а мы идём дальше. Из пулемёта можно вести как одиночный, так и непрерывный огонь. Для этого спусковой крючок имеет две выемки, как это сделано у пулемёта МГ-13. При нажатии на верхнюю выемку стрельба ведётся одиночными выстрелами, а при нажатии на нижнюю – очередями. Предохранитель от случайных выстрелов расположен с левой стороны рукоятки управления огнём. Верхнее положение флажка – огонь, нижнее – предохранитель. К передней или задней части кожуха крепится двуногая сошка, с которой пулемёт может использоваться в качестве ручного. При использовании пулемёта в качестве станкового он устанавливается на универсальный станок образца 1934 года, который позволяет вести стрельбу как по наземным, так и по воздушным целям. Для стрельбы по воздушным целям может быть использована также лёгкая зенитная тренога образца 1934 года. Пулемёт имеет прицел с откидной стойкой. Станковый вариант пулемёта нередко снабжался и оптическим прицелом. Для стрельбы по воздушным целям к стойке прицела присоединялся задний откидной визир, а к специальному приливу на кожухе пулемёта крепился передний кольцевой визир. Стрельба из пулемёта ведётся винтовочными патронами Маузера 7,92 на 57 мм с лёгкой или тяжёлой пулей. В ходе войны были разработаны и использовались также патроны с бронебойными, бронебойно-трассирующими, бронебойно-зажигательными и другими пулями. МГ-34 мог питаться от пулемётных лент на 250 или 50 патронов. Также использовались магазины, в которые были уложены ленты на 50 патронов, так называемые кексы, или пристёгивающиеся кверху патрона приёмника магазины «Троммель» на 75 патронов. Пулемёт, использующий магазины на 75 патронов, не мог использовать ленточное питание без замены крышки приёмника. Конструкция приёмника позволяет подводить ленту как с правой, так и с левой стороны. Для изменения направления подачи необходимо приёмник повернуть на 180 градусов и заменить рычаг подачи на другой, имеющий противоположное направление фигурного гребня. В расчёт ручного пулемёта МГ-34 входило три бойца – стрелок и два подносчика боеприпасов. Причём первый и второй номера вооружались для самообороны пистолетом Люгер П-8 или Вальтер П-38, а третий номер – винтовкой Маузер 98К. Достоинства МГ-34. В зависимости от обстановки из пулемёта можно вести одиночный огонь очередями и непрерывный. В зависимости от характера местности и условий стрельбы возможно изменение направления подачи ленты с патронами. Возможность сцепления отдельных звеньев ленты позволяет собирать ленту любой длины, что повышает скорострельность пулемёта благодаря сокращению процесса перезаряжания. Запасной ствол позволяет заменять его в случае перегрева. Конструкция пулемёта имеет прогрессивную компоновку, при которой ось канала ствола проходит через точку опоры – плечо стрелка. Наличие кольцевого прицела и устойчивого станка повышает меткость стрельбы и увеличивает её эффективную дальность. Наличие магазина делает пулемёт более манёвренным. Удобный приклад обеспечивает комфортность прицеливания при стрельбе из различных положений. Универсальность пулемёта позволяет использовать его в качестве ручного, станкового, зенитного и танкового. Существенной особенностью МГ-34 явилась его исключительно продуманная конструкция. Впервые в автоматическом оружии было достигнуто крепление всех основных узлов методом сухарных соединений и защёлок. Недостатки МГ-34. Большой вес и громоздкий станок отрицательно сказываются на манёвренности пулемёта. В случае хотя бы незначительного перекоса ленты в приёмнике возникают задержки из-за утыкания патрона. Замена ствола требует участия двух человек в азбестовых рукавицах, что в боевых условиях затруднено. Между тем, из-за высокого темпа стрельбы ствол перегревается очень быстро. Пулемёт слишком чувствителен к загрязнению приёмника и к загустеванию смазки при низких температурах. При этом появляются задержки стрельбы из-за непродвижения патрона, неподачи ленты и неотражения стреляной гильзы. Сложность устройства спускового механизма уменьшает надёжность пулемёта. Ну а теперь давайте сравним знаменитый МГ-34 с нашим советским пулемётом Дегтярёва – ДП. ДП был принят на вооружение семью годами ранее МГ-34, то есть в 1927 году. С точки зрения надёжности обе модели практически не вызывают нареканий. Автоматика пулемёта Дегтярёва и МГ позволяют вести огонь без помех. Единственное, что можно записать в недостатки советскому пулемёту – это расположение возвратно-боевой пружины под стволом. При стрельбе ствол нагревается и проходит совершенно ненужный нагрев пружины, снижающий её ресурс. Впоследствии в модели ДПМ недостаток устранили, но почти всю войну было именно так. Прицельная дальность стрельбы у пулемётов также схожа – 600-700 метров у МГ-34, 600-800 метров у модели Дегтярёва. На практике это означало, что оружие обеспечивало уверенное поражение противника на всех реальных дистанциях боя. Стрелять на километры дальше смысла не было, здесь у нас паритет. Боевая скорострельность самецкого и немецкого пулемётов сильно различается. ДП может теоретически производить 500-600 выстрелов в минуту. МГ-34 – 800, 900 и даже больше тысячи выстрелов. О том, является ли большая скорострельность плюсом или минусом, спорят до сих пор. С одной стороны, МГ-34 просто адски прожорлив в плане патронов, только успевая подносить. С другой стороны, он обеспечивает невероятную плотность огня, особенно на ближней дистанции. Идём дальше. Пулемёт Дегтярёва, так же как и МГ-34, считался оружием с быстросменным стволом, но только номинально. Фактически, произвести замену в бою без инструментов было практически невозможно. И этим почти никогда не пользовались. Азбестовых рукавиц тоже не завезли, так что справедливо будет признать ДП пулемётом без возможности быстрой смены ствола. Долгий огонь из оружия, соответственно, был нереален. Вес оружия. Из каждого пулемёта приходится не только стрелять, но его нужно ещё как-то переносить с места на место. Соответственно, оружие тем лучше, чем оно легче. Здесь безусловное лидерство за системой Дегтярёва. Без патронов пулемёт весит чуть более 9 килограммов, что сравнимо с современными моделями. Более массивный МГ-34 тянул на 12 килограммов, а это огромная разница. Здесь преимущество без вариантов за советским оружием. Перейдём к самому больному месту – питанию боеприпасами. У МГ-34 мы уже всё озвучили. Что с ДП? Магазин к пулемёту Дегтярёва – это, наверное, самая неудачная деталь оружия. Знаменитый блин, сделавший силуэт советского пулемёта таким узнаваемым, выглядел красиво и подавал патроны относительно безотказно. Зато имел колоссальный мёртвый вес. Даже без патронов дисковый магазин тянул на 1,6 килограмма, а с 47 патронами – целых 2,7 килограмма. Для сравнения, коробчатые магазины для современных Дегтярёв ручных пулемётов весили 300-400 граммов пустые и максимум 1 килограмм снаряжёнными при ёмкости 20-30 патронов. Для носки нескольких магазинов требовалась специальная сумка. А ещё блин, крепящийся сверху пулемёта, вынуждал стрелка поднимать голову чуть выше, чтобы видеть противника. То есть чуть больше демаскировать себя с риском погибнуть. Обычно в плюс пулемёту Дегтярёва ставят его технологичность и дешевизну. Оружие можно было производить силами не особо квалифицированного персонала, в то время как МГ-34 был довольно сложным и дорогим. Перейдём к концепции пулемётов. ДП – это чистый ручник, пулемёт для звеньев отделения взвод рота, оружие для манёвренного боя. Эффективно обороняться на подготовленных позициях, накрывая врага шквалом огня не получится, низкая скорострельность и по факту нет сменного ствола. МГ-34 же – это в своём роде прорыв, первая модель в классе так называемых «единых пулемётов». С МГ-34 можно и быстро передвигаться, используя его как ручной, и поливать противника длинными очередями, стреляя со станка. По факту МГ-34 сумел заместить собой, по крайней мере теоретически, вообще все пулемёта в германской армии. Но не все считают МГ-34 действительно удачным во всех ипостасях. Так историк вооружений Максим Попенкнер называет его слишком громоздким в роли ручного и недостаточно устойчивым в роли станкового. Однако МГ оказался вполне удачным для того, чтобы идея единого пулемёта со временем стала популярной во всём мире, включая США, ФН-МАК и СССР пулемёт Калашникова. В пользу пулемёта Дегтярёва говорит то, что советские солдаты начали и закончили войну с этим оружием. А МГ-34 уже в середине Второй мировой войны начали заменять на более удачный и технологичный МГ-42. Однако в данном случае, скорее, не МГ-34 плох, а МГ-42 невероятно хорош. Это вообще один из самых удачных пулемётов в мире, и с минимальными изменениями он стоит на вооружении в армиях мира и сегодня. В то же время советские оружейники во время войны так и не смогли дать массовой и достаточно удачной замены ДП. Время новых пулемётов пришло уже после войны. Подводя итог, можно сказать, что явным победителем в битве между ДП и МГ-34 побеждает последний. Оружие Дегтярёва для своего времени было неплохим и опережало неудачные модели вроде итальянского Бреда МОД-30 или финского Лати Селоранта М-26, но и до топов не дотягивал. В то же время МГ-34 был практически шедевром. На этом всё. Понравилась тема сегодняшнего выпуска? Расскажите о ней своим друзьям. Обсудите с самые интересные моменты и обязательно оставьте свои комментарии под видео, ведь благодаря этой обратной связи мы стараемся стать для вас ещё лучше. До связи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok